Очередная камера видеонаблюдения с Алиэкспресс. Это двойная камера с тремя объективами. Есть вариант заказать такую камеру Wi-Fi, есть вариант такую заказать камеру 4G с поддержкой сим-карт мобильного оператора. Будет она работать у вас в том месте, где нету проводного интернета. Такая вот коробка. Уже кажется делал я вам на такую камеру видеообзор. И человек попросил меня ее заказать, потому что он не может заказать. Кто у меня ее заказал, пропала с вами переписка в телеграме, напишите мне. Вот камера ваша пришла, сейчас сделаю на нее видеообзор и сразу вам ее отправлю. Пришла очень быстро, буквально наверное за неделю с лишним. Инструкция небольшая, потому что ничего сложного в подключении нет. Блок питания идет более качественный, ну вроде бы так по весу. 12 вольт 2 ампера, обычный для камер видеонаблюдения, но вроде бы как, ну может корпус у него потолще. Что тут еще? Какой-то пакет прямо, что это с винтами и какие-то мелкие еще есть винты. Скорее всего что-то там, кронштейн наверное фиксировать. Какие-то лишние запчасти, какие-то винты еще есть. Вот такие, один, один катается. Скорее всего фиксация кронштейна, дальше посмотрим. Да, кронштейн отдельно идет. И это камера в корпусе, в котором используются вот такие вот кронштейны двухстороннего типа. Или же надел на камеру, имеешь потолочное крепление, по-другому переставил и уже имеешь стеновое крепление. Сама камера и больше в коробке, а нет еще есть, еще есть, поэтому коробку сразу не выбрасывайте, потому что есть еще отвертка, крестик вот такая неплохая, на кронштейн, на заднюю часть подушка и какая-то реклама. Пропускаем кабели и сразу по кабелям. Смотрите, два всего отвода. И эта камера чисто Wi-Fi, нет возможности подключить ее по кабелю, по RJ45. Но это как бы, и для меня это минус. Может для кого-то и не будет минусом, ну Wi-Fi так Wi-Fi, значит по Wi-Fi. Но камера может использоваться в том месте, где сигнал Wi-Fi будет слабый, поэтому там идеальный вариант туда кабель от роутера кинуть. Но в нашем случае так, только подводишь питание к ней, 12 вольт, и все, и камера работает. Кнопка сброса к заводским установкам под такой вот герметичной, наверное, пробкой. Пропускаем кабели в кронштейн перед установкой. И здесь уже по направляющим. Раз, и да, где наш винт, который должны были потерять. Фиксация происходит. Хочешь на потолочное крепление переставить, аккуратно проворачиваешь, заводишь таким образом. И фиксация винтом. И получается потолочное крепление. Здесь, здесь поворот также имеется. Вот кронштейн поворачивается. И поворачивается по кругу. По кругу вращается, поэтому ты можешь перенаправлять камеру. На наклейке характеристики по камере. 2, плюс 2, плюс 2. Позиционирует продавец как 6 мегапикселей. Ну вот вам. 2, плюс 2, плюс 2. По объективам. Верхний, широкоугольный 2,8 мм. Общий план широкий. И здесь, в этих камерах, это продумано. И нижние. Имеют также разные объективы. Прописано или нет. Шестерка. Шестерка вроде бы и 12-ка. То есть, где-то там 8-кратный зум прописан. И это цифровое гибридное зуммирование. Здесь не оптический зум, а цифровой с потерей качества. Чем больше зуммируешь, тем качество на определенном диапазоне будет ухудшаться. Но и цена камеры не такая, как если бы ты заказал камеру с варифокальным объективом с оптическим зумом. Вот эта часть металлическая. В отличие от дешевых иксимаевских камер, которые я вам показываю, эта камера имеет, ну вот, в чем-то превосходство. Ну и стоит она немного дороже. Вот это металл, где все модули расположены. Камера греться будет, соответственно. И К-светодиоды, и белые, и инфракрасные. И даже есть, смотрите, на разных линзах. Здесь какие-то по типу лазерных, наверное. Вот линзы в них разные стоят. Эти и эти отличаются. Здесь простецкие стоят. Также она будет светить. Не меняется угол. В этой угол не меняется по стандарту. Он вот так вот сделан в литье корпуса. Она смотрит под определенным углом, подфиксированным. Повернуть ты ее можешь. Эту повернул туда, а эту повернул туда. И оставил так камеры себе работают. Слежение, определение. Работает двух камер. Дальше будем смотреть. Динамик, микрофон, все есть. Это камера с приложением Cam High. Cam High, Cam High Pro. Кто знает, эти камеры, там много у них поддержка. 4G вариантов камер. И в случае, если у тебя будет 4G камера, в этом месте будет также слот для сим-карты. Карты памяти поддерживает до 128 гигабайт. Устанавливаем карту памяти контактами к плате. До защелкивания заводим правильно ее туда, до фиксации. И также есть запасная кнопка сброса к заводским установкам на плате, также на модуле установлена. Не обязательно это будет камера BoaVision, как в моем случае прописано. Это просто логотип магазина, который закупил эти камеры и продает. Такую камеру можешь ты увидеть и в другом магазине. Но, просмотрев по характеристикам, можно понять, что камера... Ну, с одного склада, просто разные магазины ими торгуют. Делаю я видео большое по камерам, как определить, что, где, когда. Ссылку я оставляю, кому интересно. И также, если тебе нужна камера, например, такая, ну, с 4G, я тебе могу подобрать и дать ссылку. Тебе останется только зайти и заказать. На Алиэкспрессе, например. И ссылку я тебе дам в Телеграме. Телеграм мой канал. Чат, заходи и подписывайся. На столе сейчас у меня лежит усилитель Wi-Fi. Вот такой вот, можно сказать, не усилитель, а ретранслятор. Который отлично подойдет для работы с этой камерой. Она у меня будет для теста установлена в том месте, где слабый сигнал Wi-Fi. Поэтому я недалеко от нее установлю вот этот Wi-Fi ретранслятор. Он полностью герметичный и подготовлен. Крышечка на столе там лежит, закрывается. Подготовлен для работы под открытым воздухом. Рядом с камерами, вот на улице, на трубе ты его крепишь. Большой видеообзор есть. Отличное устройство, которое раздает Wi-Fi от твоего домашнего роутера. По кабелю, по одному попоя, видите вы. И питание идет, и данные. И также ты можешь даже камеру или какие-то устройства еще подключить кабелем от него. Отличная штука, работает супер. Ссылку на большой видеообзор я тебе оставлю. И также ссылку на Алиэкспресс на него также оставлю. Не пожалеешь, когда приобретешь. Подключаю питание, блок питания в розетку 220. Появилось питание, горят ИК-светодиоды. Да, и вот эти такие прям мощнецкие видно. Более мощный вариант. Здесь загорелась щелка и ТК-фильтрами. У нее три механических ИК-фильтра, получается, установлены. Стандартная загрузка камеры. Калибровка поворотного устройства. Закончила камера свои движения. Открываем приложение Камхай. Камхай ПРО, Камхай. Камхай ПРО, они совместимые, просто обновленное приложение. Другой у него веб-интерфейс. Список устройств. Пройдешь регистрацию, если первый раз. Ну и камеры, если у тебя есть Камхай, они у тебя будут в этом списке устройств. Будь то такая камера, одиночная, одиночная поворотная, одиночная статическая, домашняя камера, 4G. Они все будут у тебя в одном приложении, в разных местах, например, установлены. И через интернет ты их будешь отслеживать. Жму плюс. IP-камера беспроводная с низким потреблением, 4G. Добавление устройства общего доступа. Скорее всего, IP-камера. Новое устройство. Сбросьте. Советую сразу сброс сделать перед подключением кнопкой сброса. Давайте попробуем. Надеюсь, что она сброшена. Нет доступа к сетевому кабелю. Оборудование звуковое. Или же перейти к добавлению. Наклейка на камере. Считываем QR-код. Подключиться. И здесь посредством точки доступа происходит подключение. Подключается смартфон напрямую на камеру. Делится с ней паролем роутера. И тут что главное, чтобы при подключении камеры вы должны быть смартфоном подключены к этому устройству, к которому хотите подключать камеру. Меняю я роутер. Жму на и выбираю вот этот вот повторитель. И прописываю его пароль доступа к Wi-Fi. Готово. Подтверждаю. В общем-то, все делается автоматом. Несколько кликов делаешь. Ну, хорошее такое подтверждение. Можешь присвоить ей. Сам прописать имя в сети. Кликаю. Измените пароль камеры. А если не хочу? Все равно требует изменить пароль. Новый задать свой. Подтверждаю. Пароль должен. Еще и сложный пароль просит. Подтверждаю. Пароль был успешно изменен. Ну, все эти приходят уведомления. О! И сразу что радует. Верхняя камера определяет меня как человека уже. То есть, в этом случае с камерами Cam High Pro, Cam High приложением, две камеры имеют полную аналитику. Верхняя камера также вам будет присылать уведомления, там фиксировать человека, звать нижнюю, поворачиваться. А нижняя у нас на каком-то зуме. А, она даже не на зуме. Это просто что-то так близко я. Потому что изначально 6 мм объектив. Здесь 2.8 широко. Вот вам разница. Кто не... Ну, так, примерно для понятия, для понимания. 2.8 широкоугольный верхний. И шестерка нижний. Дальнобойный, по сути. Вот вам и разница в углу. Так, плюс, плюс. А, и вот как работает вот это цифровое зуммирование. Переключение между объективами. Ну, здесь рядом она не может сфокусироваться. Надо выносить на улицу. Так, а что и тут стоит? А, и здесь есть, прикиньте. Типа... Ну, типа тоже цифровое зуммирование с потерей качества. Вот видите, чем ближе, тем больше картинка сыпется. Ну, то есть не сыпется, а расплывается. Но все равно прикольно. Такое вот зуммирование даже с верхней камеры есть. Но это способности не камеры, а способности именно приложения. Раз, два, три, четыре, пять. Звук. Раз, два, три, четыре, пять. В общем-то все. А, еще и в SD-качестве. Можно в HD-качестве поставить. О, совсем другое дело. Выношу камеру на улицу. Выношу Wi-Fi-ретранслятор туда же. И все. В общем-то камера уже добавлена. Приложение ее запомнило. Ты можешь отключать ее питание. Без вопросов. Вот раз, отключил, без проблем. Пошел, установил ее. Опять подключил. Не нужно никаких больше тебе действий делать. Камера запомнила, к какому роутеру она подключена. И будет автоматом при подключении выходить на него, если он в работе. В каждой камере есть свой плюс, есть минус. Вот в этой камере, например, минус. Это то, что по кабелю, вот я вам сказал. Невозможное подключение. И еще минус. Ее видеорегистратор не находит в домашней сети. Так, HD-качество. Нету, не могу я ее вывести. Может там надо где-то Anvif включить протокол. Но я даже не могу на нее зайти на веб-интерфейс через компьютер. Возможно в ее программу камхаевскую. Hi-P2P клиент. И возможно на компьютере, но он у меня сейчас не стоит. Скорее всего, вот эта камера именно для мобильного отслеживания. Вон, смотрите, поехал, пришло офис. Аларм, тревога, поехал мотоциклист. И она увидела его нижней камерой. Но видели вы, задержки какие-то есть. Может это у меня в сети так. Но прошлая камера именно такая, как-то так тоже работала. А вот сейчас мы проверим. Это от Wi-Fi зависит от... Вот я поставил в SD качество. Ну, не такие задержки, но все равно есть. Но пишется вот все на карту памяти. На карту памяти будет писаться нормально без вот этих вот задержек. Потому что это именно в режиме просмотра. Вот такой вот вариант. Камера поворачивается. Понятно, ты можешь крутить. Вот эту верхнюю, видите, как я поставил правее туда. Не сильно поворачивал, потому что здесь столб. Чтобы засветок не было. Вот столб с прожектором здесь. А этой ты уже крутишь, вертишь куда хочешь. Прицел на верхней камере есть. Так, вниз, вверх. Сейчас попробуем уже тогда изумирование. Покажу вам туда далее. Выставить ее так, чтобы можно было призумировать. Что-то выше не хочет подниматься, что ли. Так, в HD переключу и попробуем зумирование. Вот переключение с объектива на объектив. И максималка. Ну, в максималке еще и остается неплохого качества картинка. Фиксируют людей, присылают уведомления. На шестерку, видно, переключилась. Видите вы, как это происходит с объектива на объектив. Присылает уведомления по людям. Нижняя, верхнюю. Сейчас посмотрим, как это будет работать. И пишет на карту памяти. Так, давайте по этому делу. Вот прицел я беру. Перенаправляю сюда, например. И эта камера. Нижняя. Наверное, нужно калибровку какую-то все-таки делать. Потому что не хочет она. Вот. Дает команду. Но вы видите, не настроена. Сейчас буду искать. Я не помню уже, где калибровка. Но факт тому, что приходит уведомление. И нижняя камера. Вот. Верхняя ее зовет. Но верхняя также фиксирует людей. Это очень классно. ICC, XMI, камеры. Самые популярные. Ну вот. Они. Верхняя камера у них. По людям не присылает уведомления. Это присылает. Даже вот если слежение у тебя выключено. Просто у тебя приходят уведомления. И с той, и с той камеры, что люди идут. И это по людям работает. Еще один момент с этими камерами. Нежелательно ее вручную крутить. Вот. Когда ты ее включил. Питание. Все. Она перезагрузилась. Провернула свое поворотное устройство. Нежелательно ее рукой перенаправлять. Потому что сбивается у нее именно калибровка. Вот. Что. Эта камера нижняя низко следила за человеком. И не срабатывало вот это управление. Нижней камерой верхней. Потому что я крутил вручную. И оставил нижнее положение. И почему вот как раз. Когда я пробовал ее тогда опускать. Поднимать. Она мало на высоту поднималась. Не до конца. Именно сбилась калибровка. Руками ее лучше не трогать. Когда уже вот именно включилась. Она сделала тест. Калибровку. Лучше не трогать. Вот сейчас теперь можно и зум адекватно проверить на ней. Увидеть. Вот она вперед. Уже не вниз. Видите. А вперед уже смотрит. И смотрите. А. Вот именно по людям. Работает первый объектив. Не дальнобойный. А первый. Даже вот не влияет чувствительность на людей. От зума. Не работает это. Вот сейчас просто сработал. Шестерка объектив. Но сама по себе чувствительность на большое расстояние людей. И вон она определяет. На просто на огромное. Можно сказать. И всех людей вот фиксирует. Все вот эти походы. Сейчас все работает. Где включить функцию ружье. Появляется. Видите. Прицел. Стреляй. И перенаправляю камеру. Работает слежение. Звук включил с камеры. Не знаю. Не слышу. Я его. Подключены. И смотрите. Есть зумирование. Также есть зумирование. В автомате работает. Ну. Насколько эффективно это. Ну. Вот. Видите. Вы все сами. Пытается она держать человека. В центре кадра. И приближает. Нерезко. Приближала немного. И отпустила. Потому что человек уже далеко. Видно. И. Так вот. Так вот это работает. Ну. Работает это неплохо. Я вам скажу. Из какого места ты включишь слежение. В то место она и будет возвращаться. После определенного времени слежения. Она не задается. Сама она. Там настроена. Это время. Слежение. Все просто. Включается и выключается. Еще момент. Смотрите. По настройкам. Что вам нужно сделать. Запись плана карты SD. И выбирай. Что тебе нужно. Если пишется основной поток. То пишется по одной картинке. С каждой камеры. Если ставишь на дополнительный поток. То будет писаться. Камера перезагружается. Будет писаться. Двойная картинка. На карту памяти. Две в одной. Вот как просмотр. Основной поток. Пишется две разные картинки. В хорошем качестве. После включения. Выключения питания. Камера занимает положение. Которое. В котором было раньше. Информация об устройстве. Понятна. Начальная установка. Также понятно. Перезагрузить. Восстановить. Заводские установки. Настройка устройства. Времени. Поставьте. Свой часовой пояс. Вот здесь. Не синхронизацию. Потому что сбиваться будет. А именно установите часовой пояс. Нажмите установку. Сохраните. Время будет корректно. И дата. Настройка SD карты. Понятно здесь. Что включить нужно. Запись плана карты. Включить. И поставить. Что вам нужно. В течение всего дня. Или же писать. По расписанию. Разберетесь здесь. Настройка безопроводной сети. Переключить на другую. На другой роутер. Если нужно. Ну то есть. Тут все понятно. Без всяких вообще. Как бы вопросов. Ну и основные значки. По включению. Быстрые. Вот здесь вот. Вот она. Началась. Зумирование такое. Туда зумирует. Сюда зумирует. По человеку. Ну будет выбирать. Тот объект. Который крупнее. По идее. Но почему то выбрала. Того человека. Ну работает. Видите. Как бы. Понятно. Что это не стопроцентная гарантия. Что она будет. Отслеживать. Все что нужно. Ложные так же будут. В дождь. Потому что. Прошлая камера. Как раз я тестировал ее. В дождь. И черные стволы деревьев. Она путалась. Людьми. На большом расстоянии. Там. Ну такое. Поэтому. Это. Бюджетный вариант. На который. Как бы. На слежение. Надеяться не стоит. Но. Иногда можно включать. И вот так она работает. Вот. Вернулась назад. И далее продолжает слежение. Что еще из основного. На карту памяти. Вот можно зайти отсюда. Запись по тревоге. И запись типа постоянка. По тревоге. Давайте посмотрим. Воспроизвести. Сразу можно. Это заход на карту памяти. И вот те моменты. Которые мы с вами просматривали. Открыть наверное на весь экран. Да. Две камеры. Так. Какие-то еще настройки. Самоадаптация. Заполнение. Самоадаптация. Заполнение экрана. То есть тут. Все моменты. Фото наверное сделать. При просмотре. И так же. Можно скачать. Да. Давайте скачать. Загружка завершена. Перейти к просмотру. Скаченного изображения. И здесь мы зашли в альбом. И чтобы скачать на смартфон. Нужно. Еще раз. Вот. Из альбома. Закачать на смартфон. Вот. Понятно. Скачено. И теперь ты можешь этим роликом. Заходить. Делиться. С кем хочешь. Воспроизведение по времени. Или воспроизведение файла. По времени. По дате. Выберешь. Если нужно. Несколько дней. Будешь воспроизводить. Очень нравится в этой камере. Чувствительность. По определению силуэта человека. На большое расстояние. Работает чувствительность. Днем. Ночью не так. Но все равно. Ночью тоже. На хорошее расстояние. Работает чувствительность. Слежение. Ну. Работает нормально. Бывают ложные моменты. По сработке. По людям. Ну. В основном ночью. Это будет. Но. Видите. Прошлая камера. В дождь. Использовалась. То там было чаще. Этих непоняток. И ложных. Тут. Вот. Ну. Тоже есть. Но не так уже часто. Слежение можно выключить на ночь. Чтобы она лишний раз головой не дергала. Это уже такие моменты. В процессе уже. Есть несколько ночных режимов. Можно. Быстрые. Вот. Настройки. И вот. Значок. Обычное ночное. Интеллектуальное ночное. По человеку. Будет включать прожекторы. Яркие белые прожекторы. Светят. Ну. Вот таким вот образом. Принудительно. Я перевел. Сейчас цветное изображение. И отличная картинка. В цвете. У нас получается. С задействованием белых светодиодов. И с верхней камеры. Также хорошая в цвете. Будет у вас освещение здесь. То она. Возможно. Что и не будет даже переходить в ночные режимы. Будет оставаться. В цвете. Ей будет хватать освещенности. По зуму. Если поднять. И таким вот образом. Но картинка. Вот. В цвете. Также. Также. И на большое расстояние. Можно призумировать. Кстати. Даже можно и. А. Ну. Больше уже все. Знак. Надпись. Не прочитаешь. Там далеко. Ну. И так. Смотрите. Расстояние. Это. Приличное. Если повернуть камеру. В верхней. Увидим луч. От нижней. Вот. Поворот идет. Яркий. Если камеры направлены в одну сторону. То они друг другу будут помогать. Свечением. Своих светодиодов. Ну. И так же. Переходит в цвет. Она по людям. Когда человек проходит мимо. Подсвечивает человеку. И поворачивается за ним. Если включено слежение. Ведет его. Отличный вариант. Возле калитки. Возле ворот. Возле входа. Возле. Входной двери. Куда ты там ее будешь ставить. В ночное время. И светит. Подсвечивает возле калитки. Передает тебе сообщение. Что человек возле калитки стоит. И следует за человеком. Поворачивается. И светит. Ну. Есть два варианта слежения. Слежение. С зуммированием. Сейчас стоит. Убираем эту галочку. Будет слежение без зуммирования. С приближением или без. Вот видите. Ложная. Там была сработка. По человеку. Ну. Можно чувствительность регулировать. В настройках зайти. В настройках тревоги. Там чувствительность. Уже от ситуации. От своей. Пробуешь регулировать чувствительность. Если часто будут ложные срабатывания. Ну. Вот. Аж там человека поймала. Возле магазина. И перешла в цвет. Переходит в цвет. И верхняя и нижняя камера. Как видите. Ну. Отличная ночная картинка. Тут претензий к камере нет. С двух камер. Хорошая картинка. И черно-белая. И цветная. В цвете. Вот. С задействованием светодиодов. Вот так вот. Все это пыль и летит. Поэтому камера ее видит. В свете светодиодов. Черно-белый вариант. Призумировать так же. Но дальше уже видно. Шумы появляются. Качество теряется. На сегодня все. Ссылку я оставляю на Алиэкспресс. Заходи заказывай. Кого устраивает такой вариант. Есть такой вариант 4G. Не забудь. Если тебе нужна 4G такая камера. То. С поддержкой сим-карт. То так же ты можешь ее заказать. С таким приложением. Приложение нормальное. Минусы я сказал по камере. Показал вам реальную картинку. Ты увидел. И принимай решение. Подписывайся в Telegram. Там с тобой на связи. И продаю все, что показываю на своих видеообзорах. По цене Алиэкспресс. И на канал подпишись. В дороге еще много чего интересного. И на все будут понятно, что видеообзоры. Так, что ты определила. Прислала уведомления. Уведомления, кстати, приходят целый день. Без всяких вопросов. Именно по людям поставил. Так. Пытается что-то приближать. Возможно, если бы человек побыл бы дольше в кадре. То, возможно, бы она и зумировала бы его больше. А так люди вот проходят, проскакивают. Пытается что-то призумировать. Но останавливается на каком-то моменте. Всем удачи. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok